Привет! Сейчас я покажу, как сделать электрогравировку на металле. Для этого нам понадобится заготовка, на которой мы будем рисовать карандаши, крокодильчики, изолента, перчатки, вилка с проводом, канцелярский нож и также какой-то потребитель. У нас имеется лампа на 300 Вт. Если не использовать потребитель, то у нас выйдет короткое замыкание. Для начала возьмем и зачистим провод. Вот так вот. Далее крепим крокодильчик и подключаем один провод на нашу заготовку, а второй пускаем через вилку. Подсоединяем сюда один провод с вилки, второй провод и на него выводим крокодильчик. Этот тип подключения называется последовательность. Вот так выглядит он на схеме. Второй вывод провода подключаем к одному концу вилки. Берем проводок. И все это дело нужно заизолировать. Вот так. Вот как-то так у нас получилось. Сейчас заточим карандаш с этой стороны и подключим к нему вот этот крокодильчик. До того, как все это включить в 220, лучше предварительно написать, а затем уже вводить карандашом по написанному. Надеваем перчатки. Включаем это дело в сеть и можно приступать. Весь секрет к гравировке очень прост. Когда я притрагиваюсь карандашом к поверхности, загорается дуга, которая оставляет вот такой рисунок. Поэтому не стоит сильно на него давить. Рисунок остается в металле навсегда. Его можно снять только со слоя металла. Теперь нужно взять и все лишнее стереть ластиком. Вот такая вышла у нас надпись. Прошу учитывать, что я не обладаю никаким художественным талантом. Чертить, писать, рисовать можно на любых металлических поверхностях, которые проводят ток. Это могут быть посуда, ножики, вилки, ложки. Да хоть колесные диски от машины. Главное, чтобы ты обладал талантом художника. Ребята, мы очень рады, что аудитория нашего канала постоянно растет. Нас просто впечатляет ваша тяга к знаниям. Я хотел бы вам порекомендовать канал о науке и образовании. Это Оксфордский университет, где вы сможете узнать о подъявительной возможности бесплатного обучения в Гарварде, в Оксфорде и других топовых университетах. Автор канала прожил 5 лет в Оксфорде. И расскажет о жизни ученого, о том, как получить гранды, поездки по всему миру, о том, как эффективно учиться и другие лайфхаки, связанные с учебой. А ссылочку на этого студента я оставлю вот здесь, в описании. А для тех, кому учиться еще рано, я хотел бы предложить сладкую игру. Которая хорошо поможет скоротать время. Это Свитл Баттл. Это больше, чем игра. Это приключения, которые меняются с каждым уровнем. Она вряд ли оставит кого-то равнодушным к этой трогательной истории про зефирные плантации и этих наглых кексов.